реально ты был в той маске когда в оперная война продюсер сделал от и маску снимал перед ивановым да я не помню я снимал там и этот стас он знает как я могу а как откуда-то знает ну мне как бы знаешь похуй если честно узнает и знает и что норм чем-то пойдет типа ну как представляешь пойдет сутки он же пропутинский и что он пойдет скажет город я выступаю против убийства украинцев я не представляю как это возможно а вот в чате сейчас может вопрос как не будут ребят хотите что-то сакрамару спросить по разным поводам особенно шифроваться не поможет на хуй все равно вот все данные интернете как бы какой смысл я же вроде не дешифровали до сих пор ну блять видимо не нужен ну и в принципе то какая разница мне все равно а по поводу как он чоков да не конечно не боится вообще маловероятно ну конечно не она это легендарно это легендарное видео про карпова одно из моих любимых него раза три вроде даже за тем более все расследование не знаю если смысл описать я понимаю да я на этом еще больше заработаю с карпом у меня тем более еще проблема в том что в этом пендена учете стоял я не знаю может сейчас в рашке вот это вот она вот например вануф он говорил что вот он типа ёбнулся все задокументировали типа теперь у него все защита от всех исков но в рашке блять это все скипывается я даже иногда и в суд ездил и вот мне заявление писали то есть я отвечал нормально а чё сейчас нет уже все успокоились не знаю посмотрим ну пишу поделать надо как бы сказать вот эту ситуацию как-то ну реагировать на него тем более вот кстати по поводу его ну вот прикинь угрозы блять поступали прям вот его жене что у нас писал что точнее публиковал посты что он с его женой расправиться прям в живом журнале там репостили это были ну прям прямыми словами так стас писал блять я чё-то спустил у нас репостил а там типа пост был и там написано было что стас может приехать по эпоху боксирует и разобраться они там писали короче про ее этот самый блять как участок что ли это вот а пучка ты сам на три пустил блять там угроз прямые ну и в принципе то у нас тут все кузов или то есть это не случайно но я тоже не жестко жестко часа новому сейчас кстати знаешь он что-то это не светится в последнее время почему он стрима ведет стрима ведет мне вы не заказывают уже просто он видимо вышел из но не популярности да нет просто не устраивает вот эту весь пиздец я не знаю но не устраивает это же он лично я как понял что он не дурак да и если он там как бы сказать не устраивает пиздец а сейчас уже как-то с этим не получится то есть он не реагирует получится потому что если вы туда приедешь блять там может вообще все заминированным быть блять непонятки что там вообще происходит там у него на студии ну я конечно сомневаюсь там заминировано что-то будет вообще то есть потому что ну все равно сейчас уже как бы не совсем время подходящего концерта как ты вообще вписался во двери здесь это движ со стасом я смотрю смотри он прям все стал нет вот это я типа ну просто как бы смешной контент делают меланхолии туда вписался типа ну я смотрю если он там блять как бы сказать в группе это у него она большая там сколько-то тысяч участников блин я думаю блять тоже пиарнуться стоило бы тем более ко мне кстати при почему приезжали вот у менеджера этого не менеджера как он называется блять владелец его студии там приезжал прям к тебе домой что делать напротив еще скажу там и была территория за так у нас была дека звезда вот за ним приезжал и чё приезжал чего там что он сделал приехал так уехал он как бы увидел что там иванова нет он думал там иванов будет я там стою у меня же еще тут я не один там был и уехал у него там прикол в том что он приехал это район такой ну как сказать вообще город туда лучше не приезжать блять с этой самой как бы на дорогом транспорте я имею виду пересадки по однодорогих машинах блять а могут вот ему сказали что у него там точнее мне это сказали что у него проблемы были с тачкой короче у него походу что-то своровали там пока он припарковал он там тусил что-то там и он когда возвращался назад у него по моему украли какую-то деталь ну а он приехал у него машина там блять за 4 миллиона там рублей конечно нормально я не знаю дальше как то есть они же там не пишут как он уехал а чё думаешь а стас реально украинца убил я расследовал кстати хрен его знает трудно сказать но это может точно к заши заши поздрашивая как допустим вот на них например напал там тонить может он спокойно его подстрелил там либо допустим ну то есть я сам же эту информацию типа это же не я придумал это все мне вот такая поступала информация там че на видео человек очень похоже на него и я подумал может быть если тяну он мне как бы я не самая не сысно органы то есть может и он может него по крайней мере похож человек на него был там один в один там конечно там качество же плохое а что ты думаешь там это ты понимаешь там война идет на дружу убивают их просто конечно там блять убивают всех подряд тем более вот смотри ясно что вот это чему стасян да он понимает что его положение оно такое ему сейчас на него не сварим записал мне кажется что он как бы на него отвечать вообще не будет никак то есть но ему не до этого у него там он думает более он такой галактики персонаж он такой как бы сказать как бы правильно выразиться он холерик что ли такой темперамент ну я тоже я тоже холерик ну я не знаю наверное холерик то есть у него по поводу вписаться так я рассказал как там было тем более туда вписаться любой а чё там приезжаешь ну как сказать подумаешь меня продвинули ну и хорошо я бы даже если сейчас ну я не знаю конечно что там было бы я подумал еще вписываться туда не вписываться просто от ковида совсем с ума сошел короче кто ты нет этот сергей пасе бля да то есть он вообще уже неадекватно себя вел но он тогда было поинтереснее сейчас я пересматриваю ролики там по харизматичнее был такой же в дурке вроде да отсидел может ему что там накапали ну там часто ну кстати справедливости ради а вот смотри как дурка работает да просто человека запихнули туда и все вода магия без всяких этих самых просто отвезли в частную потому-то он ну то есть я потому что психиатрия то сейчас у нас как религия вообще либо способ управления какой-то мне кажется скорее всего я к религии отношу потому что люди испокон веков они лечат непонятно что вот что они лечили черепа вскрывали людям для делали лоботомию калечили их что они там искали душу типа дьявол они искали я кстати вот это надо тему осветить я думаю но норм хорошая тема да действительно пиздец вот допустим мученики вот из церкви да они ну как в принципе то это ну то что их убили это было как бы сказать связано с политикой да а этих что вот они так были большей части они нищие да того считали смолы сумасшедшими их просто вот убили даже они никому иногда ничего плохого вообще не делали просто социальные были вот и все зачастую но я не спорю конечно что есть действительно люди которые вот очень такие как бы сказать обществу грубо говоря они допустим там делают какие-то вещи там преступления совершают тип какие-то такие очень глупые кажется как будто они сошли с ума то есть непродуманные вещи делают ну их как бы их надо во первых судить наверное во вторых сейчас вот в этих психиатрических лечебниц там люди косят а то с уголовного срока то есть сейчас вообще я считаю что такая вещь она не справедливо я по поводу психиатрии как-то тем более пнд сейчас такая вещь которая ломает жизни ну да я благо не был пнд хотя почти все ребята которые там творчеством занимаются и знакомых они обычно бывают таких местах нередко так или иначе помимо искусства чем увлекаю да я много чем с этим вот читаю часто философские кстати трубы не прочитаю что читал недавно из философии недавно я могу что читаю что скажу самое последнее я пытался дочитать федор о норм решил классе до этого юма читал и юмор сериала до этого вот я читал вот совсем давно канта что какое какому какую критику скорее всего разума а чистого на совсем я практического тоже немного читал там но она меньше как я понял и самая как бы сказать ну там речь о этики типа морали там моральных законах верно спрашивается кромар читал мастера гу нет и правильно а из художки что читал спрашивает улитка меньше всего читал аналогично не что ли у меня практически всего прочитал ему то у него была последняя предсмертная публикация вот я ее читал он сборник ну я не дочитал там уже сказать ну я так по фану читаю я не прям серьезно я не понятно это нормально я тоже многие книжки по фану просто прочитываю тут в том числе по философии сейчас вот читаю читал последнего этого писателя то фанта стать казимова но это я так прилично а сейчас уже ну я как сказать так почитывал у меня была идея там вы читать полностью на 4 понял что это нестолковое занятие так антология или теория познания какая те нравится антология или теория познания какая тебе нравится теория познания теория познания юма ну ты знаешь получается мне нравится антология вот это антология полотоников а кстати я и читал вот этого как его сказать аристотеля читал от органом для органола серьезно ну я не полностью конечно мне было он прям сложный сложный орган он его прям вот надо разбирать интересно правосе он нормализма интересно 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 но довольно сложный вообще аристотель не просто пишет его переводит не просто одновременно с этим вот но норм серьезно радио азов конечно круто но вы будете понимаешь очень трудно очень трудно дебатировать в такой мод пиздец как бы там трудно себя вести адекватно потому что в этом нет смысла я еще и восточных философ читаю мне нравится восточная китайская философия ученик ну солидно кого читал еще но там недавно по крайне ты знаешь вот совсем недавно я пытался вот читать этот самый трактат желтого императора мне кажется что это фейк но вот я просто по традиции вот хотел вот я его как раз не читал даже кстати а он такой знаешь мне кажется что это фейк скорее всего ну там тоже вот например очень похоже на концепцию физики аристотеля вообще вот если брать концепцию физика аристотеля в общем есть такое авторы китайские дун джун шоу это какой-то вообще средний конфуцианец то есть только в средней в том плане я даже неправильное определение то есть это между неоконфуцианцами ну и классическими такими функциями был такой вот дядька дун джун шоу и он соответственно описывал движение стихий точно так же как это делал аристотель в своей физике там это уже в традицию есть они вполне как я понимаю в китайской традиции вообще когда всякие вот эти вот китаисты начинают но у китаисты которые из философских факультетов начинают разбирать философию китайской а чё это за стихии вообще да они обычно приходят тому что это очередные классификационные принципы как там например не знаю 12 этих животных в году как 4 точнее 5 сторон света ну то есть все стороны как раз таки это ближе к понятию архе это архе может быть да но не в том смысле в каком это понимали греки греки то это вновь изначально материальном смысле понимали как начало материальные начала они у них пошли а здесь у них такие более что ли этот прокат сиденцию акциденцию архе это все они акциденции там нет вообще до этого теряли начало но они не как бы это не вещь ну в китае это не вещь вещь это даже не вполне стихия в каком смысле это даже брой вроде сразу больше на образ похоже как выбрасывается до один из пяти таких образов усин вот эти вот замечательные штуки даже вот стиль живопись усин а чё там с усином как он формирует там вообще все печально потому что представители очень как бы сказать неизвестная ну как бы пытаются вот соответствовать концепции этих пяти элементов но вот я даже сказал что они более такие более как бы мыслимые чем например там консистенция аристотеля эфир например то что на такое совсем прикладное а вот там понятно все естественно ну вообще у китайцев у них вообще на мировоззрение довольно интересно среднем она разная конечно разные течения кстати говоря мне кажется все же есть сходство с логикой потому что вам по моему вот у китайского императора ну конечно них своеобразная логика своеобразная трактовка но вот логика она же аристотеля она не на не про время если что-то будет изменчиво это логика не сможете описать а вот у них там есть трактовка вот перемен так что она более такая как бы более практично ну кстати у китайцев поэтому довольно легко всякий марксизм в итоге лег с его диалектики диалектик же тоже процессованный такой взгляд на мир а у китайцев уже был абсолютный аналог диалектики в прямом вообще виде в истории в культуре тоже один из неокомпуцианцев я правда не помню как его звали то ли там шао дун то ли то кто-то что-то там ше было короче и у него как раз просто модель в которой он вот этот и дзин в эти 64 штуки просто через диалектику описывал как инь-ян друг друга по волнам вот так вот сменяют от низа к верху вот так вот переходит у него тоже у гигеля там тоже противоположность вот и в итоге ну да очень сильно хорошо накладываются две концепции вот и диалектика гегеля маркса но они отлично накладываются на такую традиционную неокомпуцианскую философскую тему а а вот кстати я еще что хотел сказать очень полезная информация может быть я ошибаюсь но как бы сказать я вот хотел подбить карлика на дебаты да вот такой аргумент озвучить чтобы слить в конец потому что он явно не понимает канта совсем такого я же смысле да вот он говорит например что такое вещь себе ну не понимает концепцию во-первых вещь себе это вообще термин сократа это добро как сократно это не важно просто вот мне кажется что воля к власти то вещь себе ну я бы здесь на самом деле сказал что вещь себе это просто ну такая гносиологическая категория то есть у нас есть феномены то что мы наблюдаем а все что не феномен это по сути в себе потому что мы не знаем как она устроена вещь себе это очень широкий термин который может быть там и добродетелю и вели власть у канты тут скорее я все считаю не к карту надо относить все же к сократу да платону ну вот это тоже вещи в себе вот сокромар смотри если мы так берем вот канта канта в принципе вот все идеи платон это тоже своеобразные вещи в себе потенциальные просто у канты это определение более широкая много не все логическое в том плане что чтобы там ни было в реальности да в ее основании все это является вещью в себе так вот в нашем представлении то есть феномены и его противоположность но я понимаю это вот я просто к тому клоню что вот например там дело даже не в канте дело в том что вот шопенгауэр а ведь ничего у него много что своровал он признавал что воля к жизни это вещь себе ну вот сократ 1 разновидностей и жизни 1 разновидностей вещей в себе в том числе вот и воля к власти она тоже вещь в себе она как бы не имеет начала по сути и начинает сама себя ну то есть конечно это грубо так я сказал а чё нормат в этом не понимает вопрос я просто не видел не понимать что он как бы вещь вещь в себе прям у него перед носом сам это как бы сказать концепцию используют неоднократно ну вообще с армата он по философии не очень шарит у него только с нищей неплохо дела обстоят а в остальном у него бывают проблемки прям большие мне но нищие ты знаешь это все же скорее такой неоднозначный писатель который скорее уже прямо там олицетворяет границу модернизма и постмодернизма я считаю что как говорил заратустра это постмодернистическое произведение потому что очень похоже на постмодернистическое такое-то изложение подачу такую вот ну вообще да если так бы посмотреть если бы это произведение не считалось трудно вот это озвучивать ну так а что там за сармат ну ты этот ну это понятно политвзгляды а я кстати публиц взглядом социалист какой какой аграрный социалист и как бы сказать ну что что как это как это выглядит вообще аграрный социализм я плохо с политикой вообще знаком чё там она ну ты знаешь я считаю что люди они все равно в конечном итоге придут какой-то социалистической модели но все равны будут да но как ну я не знаю даже не допустим не все равны модели социализм это много но все равно в конечном итоге то они какому-то социализму допустим будет существовать на земном шаре допустим несколько государств после какой-то после каких-то происшествий все равно у них я думаю будут социалистические модели то есть я думаю что в конечном итоге какая-то модель она будет направлена на именно обеспечение комфортной жизни то есть не то что они должны как вот бороться за свое выживание хотя бы ну я он какой вот допустим опять же это если вернуться к философии но я кстати эфир не забиваю вообще ну вообще не с удовольствием я вроде недолго он допустим вот все же я может в какой-то мере постмодернист но все равно вот допустим человек рождается в этом мире у него есть какая-то предрасположенность природная но это же не говорит о том что его предрасположенность например там быть программистом то есть это не естественная профессия его естественно профессия это то что он допустим может моей там жилье то есть допустим сеять луга там допустим выращивать еду то есть ну даже вот эти профессии они как бы вроде природы более естественной ну даже и среди них как сказать можно как под сомнение поставить но все равно это более естественное допустим там добывать там добычу до какую-то он предрасположен больше к этому по крайней мере анатомия наша предрасположена к этому но вот из-за модернизации человек он как бы получается в эту среду вообще не входит получается против вот этой вот и коммунистической мега технизации где все будут делать роботы и так далее а мне кажется что невозможно чтобы робот вот все сделал то что то есть полностью заменить человека невозможно вот например в искусстве и философии я считаю человек нельзя будет заменить точно вот именно как раз за всяких этих аграрных штуках построение жилья сейчас уже там 3d дома делают каким-то образом знаешь вроде да есть такие 3d принтеры который печатал прикол в том что вот допустим допустим сделать дом из 3d принтера да но это во первых колоссально дорого во вторых он по функционалу будет такой же как обычный дом но и все заменил заменилось же получается но если обходиться просто колоссально дорого колоссально дорого смотря один принтер можно печатать так скажем несколько домов допустим а вместо этого пришлось бы оплачивать работу на несколько месяц там нескольких десятков рабочих думаешь при программе настолько дороже будет стоить я просто не знаю а вот вопрос а что полезнее вот для социума то что люди трудились развивались думали мыслили и либо просто машину все сделала они дисциплинировались бы там ну коммунисты обычно на это говорят что-то в духе но вот пока машины то вот это все делают мы будем заниматься как раз искусством коммунистов то я вот не особо встречал в россии а рудой рудой не знаю мне кажется он типа как не совсем такой ну я если честно его творчество не интересовался особо но вот допустим так бы сказать они говорили ну вот я лично свидетель был обратного что как был рабочий советского союза и вот до сих пор вот даже я пример что как у него была тележка там было четыре колеса он катил свою продукцию вот я до сих пор даже этим занимаюсь то есть у пролетариата не должны не так у рабочего у него я не знаю что они будут делать инструменты из какой-то сверхпрочного хотя металл ну то есть тоже невозможно эту тупик либо вот что-то я не право неправильно говорю вот что-то я хотел сказать да не может просто они надеются что действительно что-то будет намного лучше в итоге пока пока то да и меняется по поводу строительства дома рабочими я считаю что для общества вообще полезно что вот люди допустим дисциплинируются во время этой процедуры просто тут проблема в том что вы как бы сказать не все были свидетелями того как дисциплинированно надо строить дом то есть когда там все в достатке вот когда у него все условия для эффективной работы соблюдены то есть такое было когда такой труд был организован но сейчас просто это редко где увидишь то есть это большая редкость так а что там в чате шоуе социализм можно и так назвать я не против это название она же ни на что не влияет по сути она влияет на то будут люди вступать в партию так скажем да то есть вот тем более вот опять же это вот концепции автор шопенгауэра вот его воли к жизни она очень в этом задействована но я не фанат шопенгауэра на самом деле но он довольно таки продуманно подходил к своим трудам хотя изучение их кажется как будто это поверхностная какая-то вещь насчет трансгуманизма ну насчет трансгуманизма я будут в принципе вот есть соблазн для посмотреть вот как будет как бы сказать функционирует такое общество когда уже человек потеряет свой статус на человека будет как-то типа биологическая бактерия в составе живого организма то есть как допустим спасли будет как живой организм какой-то вообще настолько все прокачается то есть но я бы мне кажется что невозможно такую сложную систему поддерживать и мне кажется что я что-то вот не представляю но это и как бы это вообще по сути дела мулька для обыдла если честно как-то типа коммунизм там вот это все то есть то что модерни общество будет настолько модернизировано что там уже будут как бы прям выращиваться прям все мне кажется что я вот не представляю это реализацию такого потенциала ну если это будет то это будет как бы сказать с одной стороны очень интересно на это будет посмотреть я как бы не против просто как-то у меня я очень скептически к этому отношусь то есть как типа муравейник они создадут так я думал трансгуманизм это про технологическое бессмертие прежде всего как к этому относишься к бессмертию вот она типа и будет как бессмертие вот допустим взял вырывок а как бессмерт какое технологическое бессмертие ну да типа того ну я не знаю действительно там будет всем управлять техникой типа люди будут так типа и потом какая она техника может она будет типа живая техника самозаменяемая там может настолько посмотреть вперед допустим не из металла там допустим там будут открыто вот ну это как бы сказать фантастика по сути а подожди а техника она и так бессмертно не сакрамара имеется ввиду что с помощью технологии техники сам человек станет бессмертным во ну типа там гиборги какие-нибудь бессмертные либо перенесение сознания на электронные источники там все такое все равно в конце как бы сказать даже техника то она имеет свой срок трудно вот представить как она будет бессмертно реализовано то есть он будет постоянно заменять а как он будет органы например мозг заменять пересадка мозгов осуществляться пока да непонятно что пока да непонятно пока неизвестно согласен да то есть это вещь это вообще в искусстве реализована в основном трансгуманизм гуманизм там фильмах фунта фактически но поверьте есть вот вещи которые все же останутся вот в таком такой форме которые вот есть и сейчас и был еще по моему от империи до российской империи вот они как было тележка ну раньше деревянная она была да сейчас она из такая из металла ну по сути спам деревянная была я больше думал было больше интеллектуальная нагрузка как или сделать и легче было бы сделать тогда она не меняется ты вообще верующий не так немного на пол шишечки сверху явление сверху за а он будет пророком какого-то бога да или как нет он сам себе будет даже и рубы не будет занимать ну это кстати мы забегаем вперед я конечно не хотел про это говорить но это вот домосла опять же про то что он не будет никакой религии причастен но людям которые искренне служит конечно он как бы сказать их будет осыпать благами а и пикантус прислал донаты пишет передайся к рамарычу привет да привет 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 и пикантус привет так сверху за это не вопрос полемики как бы то что он просто будет творить чудеса притом определенные которые вот по которым его с можно можно будет распознать и скорее всего вот я не могу назвать по крайней мере всех кого я знаю что они прям как-то хоть какой-то его чертой баба далее но это неизвестно может это просто будет не обязательно 6 допустим и не обязательно чтобы то есть трудно сказать я веду не то что он там сейчас находится тем более оба какой силы он будет обладать он может вполне себе и как это сказать эту информацию стирать из происходящего то есть мы вот например думаем кто он а он может вообще себя вообще всю стер информацию мы даже не заметим то есть ну тут трудно сказать не концепт интересный мне нравится да я могу еще подробнее рассказать ну просто как-то это про это знаете я считаю что можно я не что плохое озвучиваю хотя мне это тоже так говорили у нас это будет к лучшему происшествию для для вас для нас это будет к лучшему происшествию ну такое дело знаешь как бы вообще считается считается что кто-то его признает сверх созданием кем он и является да тем как бы он будет благоприятствовать если вы признаешься муж с ним бороться свою точку зрения там и отстаивать что нет это будет какую-то там не чудо из чудес просто какой-то шарлатан ту ну тут знаешь тоже можно сказать что я вот например вам тут мозги капал ну тут отличительная его способность это чудеса просто чудеса которые он может прям перед тобой демонстрировать то есть он на него это типа его отличительные черта это что чудеса и программа список чудес но они настолько просто вот неосуществимы что я как бы сказал как бы сказать их нельзя будет подделать точно хоть одно чудо можешь назвать который нельзя подделать что она там будет представлять чудо ну допустим воскрешение мертвых плечения всяких различных болезней ну это одно потом чудо вот ну допустим материализация вот вещей прям вот из ничего будет это делать прям вот ну вообще да из ничего да но это будет колоссальные колоссальные сверхспособность не свойственные вот ничему живому но когда это произойдет вот трудно сказать мне кажется после его после ядерной войны двойлен скорее всего я так считаю что да все говорят что воскреснут или как-то не помню грешники ну то есть это чудо которое просто ну нельзя подделать какой-то шуе христианство получается такой шуе версия христианства нет а туда отличие есть потому что он не будет говорить что он посланник бога то есть он не будет говорить что он мессия я не я еще говорю что он не человек и бога сын а он просто сверх создания сверх создания которое просто это отличительное это грустно если мы не застанем я не знаю ну такая вот концепция входит ядерная война же если будет это же грустно будет а подожди но ты можешь признать его и есть вероятность что он тебя вернет жизни а тогда лол я признаю наверное отсылка к служению вот смотри допустим если происходят странности какие-то в обществе их общество пытается как-то вот допустим рождение гения этого гения его жизнь она складывается в такую основном кулаку превращается что его общество не признает благами его не сыплет а вот представляешь если например там родится человек который там может допустим блять пули останавливать его блять тут же нахуй на органы разберут поэтому общество оно же как бы чудеса то пытается так сказать пресечь и вытеснить но хотя мы должны по сути служить этим вот чудеса потому что это вот представители просто ну как бы если они вообще появятся я не говорю что они там есть появится мы должны признать это хотя бы признать что это не но если появится так признаем посмотрим сюда я же не говорю что я прям видел там вот человека говорю что надо вот лично моя позиция такая посмотрим увидим надеюсь оно пойдет да то есть это а как абдулла вере относишься ну так посредственно я вот общался с ними я так но я вот этот читал их книгу то пока что вообще кстати отчасти скептически вот я не могу понять вот они например готовят свою жизнь к аду да ну а в одну будут а сегодня задницу так что как получается они к этому готовят наверное готовятся я не знаю какие там испытания можно при жизни готовится к этому как говорится все хорошо даже не чувствуешь уже же не будут вроде верующих не но я как бы не то что люди конечно верят хорошо я просто момент я не понимаю допустим действительно в аду их будут пытать а как их будут пытать ну допустим насиловать они как уже живут с мыслью что и кто-то изнасилует для меня это вопрос непонятный то есть либо они живут с мыслью что они будут меньше там насиловать это уже что-то такое странного вопрос не решено я кстати у этого внукова спрашивал но он там весьма скептически вопрос полемики по барану там пишет еще шуе что полагается 2800 рабов из числа неверующих каждому как у евреев короче израильца нормально ну когда я читал я что-то такого не встречал я просто помню там ну может они уже сам понимаешь конечно таких пророк когда уровень у них это понесет не сверх человека сверх даже не сверх животное а сверх создания то есть вообще просто ну вот как допустим вот допустим вот черная дыра да вот если человек будет получит получит способности черной дыры например замедлять времени замедление замедление времени это уже то есть такая вещь как бы сказать не это не идол не идол типа это вот живое создание он должен быть живым ну как трудно сказать так он там она Продолжение следует...